Всем привет! Сегодня мы будем смотреть постройки Матвея. Начинаем! Так, ну, полагаю, мы должны начать. Сейчас я включаю монетальную загрузку, чтобы все твои постройки сгружались быстро. Так, первое, это что такое? Это Спринт Бонни, я... Танат просто... Типа аниматроник, да? Да. Тут, ну да, я всегда рычагом выключал серваль-блок, включал и в себя ставил рычаг, два рычага. Потом поднимался наверх и дверью себя фиксировал, чтобы я мог не управлять. Ну, вот и тортика мне, помню, сделала. Ну, там можно просто на стульчик тортик поставить, и все готово будет. Да. Ну, так тоже. Такой более... Более какой-то странный способ. Сжег, потом расфиксирую все блоки, ну, золотые блоки. Я типа такой костюм, да? На шарнирах? Да. Если я джитпак возьму, то мне неудобно. Я буду как твоя птичка, которая у меня на плече сидит. Я могу поставить. Так, ну что, поехали тогда? Сейчас фиксирую, не выключу. Можно еще... Ну, именно этот робот очень быстрый. Ой, а почему он быстрый? Не знаю, какой-то баг произошел. Ну что, сделаем быстрым? Обычно все шарнирные роботы очень медленные. Ой, как муха, серьезно. Можно еще руку провернуть. Ну, как сказать. Чтобы можно было держать, например, какое-то оружие. Ну, когда я с друзьями баттлился, я всегда ставил себе руку. Я еще не расфиксировал ее. Потом делал себе молоток и всех купил. Так, а можно я попробую поуправлять? Да, конечно. У тебя даже голова иногда поворачивается. Я люблю еще вот так делать. Как? Ой. Минус спринт Бонни. А, как выбраться? Собирайся. На, джетпак. А как я поднимусь на джетпаке? Я же... О, все. А ты его заново загрузи, я его, наверное, надеть не смогу. Не, ты сможешь, но это сложно. Не, давай заново лучше. Давай. А, у меня же вот этот пропал. Рычаг, ладно. Можешь рычаг одеть, если хочешь, а я пойду этот торчик просто поставлю и не буду мучиться. Готово? Я готов. Поехали. Сейчас, все. А заднюю палку убирать тоже надо? А, на самом... Можно ее поломать, чтобы она падала. Я всегда так делаю. Потом я ее рукой как бахну, и она улетит на крась света. Ну, давай. Я хочу тоже попробовать на край света. Помочь чуть-чуть. Можешь ударить палку. А я не могу даже двинуть. А, я же шею... Подожди. А, ты дверь не поставил. В каком смысле? А зачем дверь? Ну, типа, чтобы ты мог управлять ним на воздухе. Вот так. А, убери, можешь? Убери. А теперь... А, я же фиксацию не убрал. Ну, че, во. Все, улетело. Так, получается, у него тут все суставы двигаются. И с ногами у него немножко проблемы. Ноги не поворачиваются. Да, у него там проблема, потому что там механизмы задеваются. И они не сильно так двигаются. Еще на нем можно летать. Да, если сделать ему ракеты. Нет. Он такой тяжелый, нет. На этом джетпаке даже не работает. Этот джетпак может вообще таких роботов вообще очень хорошо поднимать. Но этот робот особенный, мне кажется. Ну, у него есть еще вторая стадия. Там у нее... Ну, как сказать, стадия. Я переделываю... Я переделываю его. А почему? Ну, еще четыре. Еще три. Я перемещаюсь или на месте? Не на месте. Ну, робот очень прикольный. Получается, сейчас я хочу посмотреть, какие тут есть суставы. У него есть голова, но там тоже что-то там. Там все на крутящихся вот этих колесах. Ну, шарниры. Дальше. На руках по два сустава. Да. Руки могут вращаться. Именно у плеч. У плеч именно нету, а вот там есть. Я когда-то его делал. У ног тоже. У меня была проблема шеи. Потому что я поставил кручащийся вот этот колесо, кручащийся шею. А потом я заменил шею на шарнир. И у меня лучше он стал работать. Потому что я не мог двигаться, и я просто падал. Чтобы в некоторых местах колеса стоят, да? А, да. На ногах? Да. Да, потому что он будет ездить. Чтобы он мог на воде передвигаться. Чтобы если он встанет на воде... Нет, ну на ногах есть колеса. Но я имею в виду другое. То, что вместо шарниров иногда колеса стоят. Ну да. А как на нем ехать? А он не ездит. Я сделала колеса, чтобы он на них ездил. Потому что если бы их... Если бы... Если бы... Не было, то... Он бы просто на месте стоял. Потому что без колес. Автоматически они крутятся, когда ты передвигаешься. Ты не ногами топаешь. Вот почему иногда ты такой быстрый был. В самом начале. Да. Так. Так. А теперь мы будем смотреть вторую, да? Стадию. И как это называется? Этот портамент только поломанная. А я помню, ты на стриме показывал еще третью стадию. Да. Ну, я не показывала четвертую стадию. Ладно, ладно, давай сначала вот эту. Давай. Все самое интересное. Это то же самое, только поломанная. Ах, я могу пойду. Да, иди за руки. Я типа захожу. И, кстати, тут можно заметить механизмы. Потому что тут поломанные. Вот раз, два. Я вижу, он какой поломанный. Я хочу, можно посмотреть? Да, конечно, можно. Но выглядит красиво. А что, а это аниматроники бывают поломанные? Я просто не разбираюсь. Нет, он стал поломанным. Ну, это история по фнаху. Там, типа, у него внутри автомат вижу. Так, ладно, давай-ка я хочу посмотреть его. Собственно. Рука осталась, только все немножко, короче, поломанным стало, да? Я когда-то его делал, я сделал ухи. Ухи. Ушки. Не такие. Не такие. У меня были не похожи на ушки. А вот этот. А почему он стал поломанным? Тут у него все руки нет. Он из-за капли. Потому что, ну, там из-за такой трагедии из-за капли. Ну, с самого начала из фнафи был о... Был Спринг Бонни и Фредди. Но у них были очень слабые пружины. Ну, как сказать. Механизмы были очень слабые. И когда на него попадет капля... Он сломается. Да, он сломается. И была такая трагедия, что... Майкл Афтон, вроде бы, да, залез в него. И потом на него капнула капля, и он в нем застрял. Значит, какой-то человек... Я его сделал... Я его сделал внутри него. Это уже четвертая стадия его. Я там делал. Получается, был такой спринг-бонни-робот. У него залез какой-то человек. Упала капля, и он там застрял навсегда. Да. И что потом с этим человеком случилось? Он до сих пор живет. Внутри? Да. Без еды, без воды. Ну, ладно. Логики ноль, ну, ладно. Так, давай, можешь... Он оборот хочет умереть. Расфиксировать можешь? Да, и сейчас... Я тоже расфиксировал уже. И сзади палочек брать. Ну, фиксацию просто. Можешь? Да, сейчас. Ну, это, наверное, то же самое, но такое... Ой-ой-ой, куда это он? Ты где? На красной команде. Я ж подумал, ты в космос улетел. А как это он так поехал? Ну, у меня тоже такое бывает, потому что колеса зарабатывают. Ну, зарабатывают. Когда нажимаешь на кнопки, у него даже голова иногда вращается. Ба. Вот этот более такой подвижный. Вот, я ж и прошу как говорю. И он не поломанный. Он передвигается нормально. Так, сейчас я сзади попробую ракету поставить как ускорее. Получится. Во, теперь это быстрый спринт Бонни. Я так всегда делаю на трубе и команды. Ну, ладно. Когда там к кому ему прилетишь, он такой... Особенно... Так, в каждой стадии, получается, они страшнее становятся, да? Да. Ну, есть ещё одна стадия. Там уже видно самое лицо этого человека, который в нём застрял. Так, давай в следующую стадию. Сейчас только вернусь на базу. Тут ракета так хорошо ещё работает. Даже вверх не хочет улетать. Давай, я готов к следующей стадии. А сколько всего их бывает? Ну, я своей фантазией пользовался и их делал. Ось, раз, два, три, четыре, пять, а не пять. Ой, он перевернулся. Можешь снова возгрузить? А, нет, я внутри. Нет, нет.